здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в пятом уроке мы продолжаем с вами изучать компонент forms и давайте рассмотрим сегодня как создавать в несколько колонок поля то есть например если нам нужно текстовое поле mail текстовое поле в другую колоночку и так далее как нам разбить на колонки мы можем по умолчанию колонку вот здесь по крестику удаляем не пропустите мои топовые продукты по джумла и вот здесь вот новая строка кнопка кликаем по ней и уже знакомый для нас вариант как в grid box то есть одна это вот то что было по умолчанию 2 3 4 заранее вы должны перед этим действием продумать то есть в каждую колонку можно поместить разные элементы то есть насколько сложная будет ваша форма например можно попробовать сделать в три колонки то есть кликаем вот по этой 3 и здесь видим таким тонким пунктиром отмечены три колоночки и начинаем переносить например нам нужно поле email переносим в одну колонку нам нужен поле например многострочная область это просто текстовое такое большое пространство где можно написать большой текст и например текстовое поле еще дальше давайте посмотрим назовем как-нибудь форму напишу тест 2 и сразу в принципе чтобы ее было видно она у нас совсем серая я немножечко ее придам ей цвет чтобы ее было вообще видно submit здесь в принципе подойдет по центру сохранить закрыть и давайте в grid box посмотрим что тут может не хватать добавлю форму тест 2 конечно смотрится не очень хорошо на сайте потому что это форма она у нас больше подойдет если у нас будет в одну колонку форма да я сейчас вам просто показываю как сделать в три колоночки и например нам на здесь не подходит мы по ней кликаем по этой форме именно по колонке 3 до многострочная область удалить и удаляется именно только это этот элемент в принципе вот он короткий урок я хотел здесь рассказать только о возможности использования нескольких колонок далее в следующих уроках мы потихоньку будем разбирать все эти элементы взаимодействие их и рассмотрим наверное следующем уроке как сделать чтобы кнопка отправить была в одну строчку с нашими полями например email текстовое поле а кнопка отправить было в третьей колонке на одном уровне просто так в этой форме это сделать нельзя в следующем уроке на как раз таки наверно разберем как эту кнопочку поместить на один уровень на этом я урок заканчиваю если он для вас был полезным ставьте пожалуйста палец вверх и подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить новые познавательные выпуски на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинг тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь